Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Ну что, мы посмотрим на графики по биткоину, подумаем, что может происходить на рынке. Подпишитесь на канал, где уже 77 тысяч подписчиков, поставьте лайк. Все свои сделки я открываю на Bybit, и ссылка есть в описании под этим видео, так что обязательно регистрируйтесь, и вы можете получить бонус 4450 долларов. Ну а теперь давайте перейдем к техническому анализу по битко. Оооо, откроем графики, и сейчас я переключу Wi-Fi, секундочку. Ну, я, конечно, планировал заходить в Short сегодня чуть раньше, но это была неудачная идея, очевидно. Но посмотрите, тут действительно неплохой отскок получился на биткоине, цена была 18200, и куда мы улетели на 19400 долларов. И это, в принципе, хороший знак, потому что я вижу, формируется бычий флаг, стахастик находится в зоне перепроданности, и здесь, конечно, можно измерить расстояние, если иметь в виду, что это бычий флаг, куда может выйти биткоин, и цель по этому движению может быть 19760 долларов примерно. Ну, фактически, можно отметиться на верхней границе этого клина. Поэтому вот какую сделочку можно было бы открыть на биткоине, зайти на текущем уровне, конечно, не забыть поставить стоп-лосс, ну а цейк-профит можно поставить на верхнюю границу этого клина. Короче говоря, продавать биткоин нужно было в ноябре прошлого года, когда он стоил 69 тысяч долларов, но сейчас самое интересное событие развивается на биткоине, возможно, мы станем свидетелями разворота тренда уже в ближайшее время. Вот посмотрите, это точка, где можно было продавать биткоин, но и сейчас биткоин держится в районе 19 тысяч долларов. И посмотрите, сейчас биткоин проходил вниз под эту трендовую линию, но уже вернулся и снова находится над ней. И я думаю, что скоро биткоин уже снова встретится с этой красной трендовой линией. Это может случиться уже где-то в первых числах октября. И там, конечно, нужно уже смотреть, как будут развиваться события. Стохастик на дневном тайфрейме находится в зоне перепроданности. На четырехчасовом тоже в перепроданности. На пятнадцати минутке там же. На часовом в перекупленности. Но здесь, как я уже говорил, мы видим бычий флаг. Поэтому я предлагал заходить в лонг на битке. Соотношение риск-прибыль получается 5.51, риск 186 долларов. И потенциальная прибыль составляет 1025 долларов. Вот такую сделку можно было бы открыть на биткоине. Но давайте посмотрим на торговых ботов. Биткоин-индикатор бот на часовом не давал еще сигнал на покупку. На четырехчасовом дал сигнал на покупку. Смотрите, подхватил вот этот разворот. Это хорошо. Этого бота вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Но не знаю, если смотреть в долгосрочную перспективу, я бы здесь не спешил продавать с биткоин. Я бы лучше ставил ордера на покупку. Ну и сразу после биткоина. Кстати говоря, мы посмотрим на общую капитализацию рынка, поэтому не переключайтесь. Но посмотрите, какая интересная история. На недельном биткоин-индикатор бот тоже дал сигнал на покупку. Очень интересно. Вот он давал сигнал на продажу и давно уже не давал сигнал на покупку. А сейчас у него сигнал на покупку идет. Интересная история. Посмотрим теперь на общую капитализацию рынка. Она составляет сейчас ниже 900 миллиардов долларов. Что здесь у нас по биткоин-индикатор бота. Он дал сигнал на продажу. Опять же, мы смотрим на недельный таймфрейм. Да, ну и мы все-таки опускались на отметку от 830 миллиардов долларов, о которой я говорил в предыдущих видео. Ну, не совсем туда, но очень близко. Уже подошли к этой отметке. Там я проставлял уровень поддержки. Что у нас на дневном таймфрейме? Здесь тахастик в перепроданности. И сигнал на покупку тоже от бота не было пока что. Да, ну раньше мы тут прорисовывали восходящий расширяющийся клин. Можно теперь его поправить немного. Но мы все еще в этом паттерне находимся. Напоминаю, что мы смотрим на общую капитализацию рынка криптовалют. Но давайте все-таки вернемся на недельный, на более крупный таймфрейм. Я думаю, что мы можем еще опуститься ниже в показателях общей капитализации рынка. Можем пройти вот на эту поддержку на 768 миллиардов. И там опять же будет двойное дно перед разворотом рынка. Ну, вполне возможно такое. Конечно, мы можем оттолкнуться от текущих уровней, но скорее всего мы все-таки пойдем ниже формировать двойное дно. И после этого уже можно ожидать отскок. Короче говоря, уровень здесь может быть 768 миллиардов. Ну и в целом, это не такой уж плохой расклад. Было бы неплохо увидеть двойное дно. И затем уверенный отскок от этого уровня. А что у нас в более краткосрочной перспективе, давайте посмотрим. Ну, здесь я тоже вижу бычий флаг. Поэтому мы, в принципе, можем все-таки от текущих уровней улететь тоже на 920 миллиардов. Ну, это 4,4% роста. Ну, хорошо, давайте посмотрим теперь на фондовый рынок, что там происходит. Да, ничего особо примечательного здесь, конечно, нет. Ну, можем посмотреть на NASDAQ. Ну и, кстати, ребята, еще раз напоминаю, что вы должны обратить внимание обязательно на токены MCRT и проект Magic Craft. Ну, ладно, вернемся теперь на NASDAQ. И посмотрите, какая интересная штука. Вполне возможно, формируется перевернутая голова и плечи. На недельном стахастик в перепроданности. На дневном в перепроданности. На четырехчасовом тоже в перепроданности. И на часовом тоже. Вполне возможно, что мы видим отскок и на этом рынке. И здесь я тоже вижу некий расширяющийся клин. Давайте попробуем его прорисовать. Расширяющийся клин. Но мы сейчас находимся у нижней границы. Ну, не знаю. Давайте посмотрим на четырехчасовой таймфрейм. Есть поддержка. Что у нас на дневном? Ну, я думаю, что да, мы все-таки можем пройти ниже. На отметку 10.530. Ну, да, на этом рынке я тоже вижу перевернутые головы и плечи. Поэтому возможен какой-то и рост здесь. Давайте поговорим теперь о проекте Magic Craft и токене MCRT, являясь основателем этого проекта. Держимся на уровне одного цента пока что. Сегодня просадочка 5% по цене. Ну, и текущий маркеткап пока что составляет 16 миллионов 600 тысяч долларов. И давайте сравним этот показатель с теми же X-Infinity. Например, какая там капитализация. Можем и с другими тоже крупными проектами сравнить, например, Эфириум. Ну, вот капитализация Эфириума, например, составляет 162 миллиарда долларов. Но давайте все-таки посмотрим на X-Infinity. Это как-никак игра по модели Playteor, равно как и Magic Craft. Типа как наш конкурент. Что у них там с капитализацией? 1 миллиард на настоящий момент. Но у нас-то игра Magic Craft, она гораздо лучше, чем X-Infinity. А у нас текущий маркеткап составляет всего 16 миллионов долларов. И суточный торговый объем 800 тысяч долларов. Хороший рост торговых объемов за сегодня больше 100%. Ну, и посмотрите, что происходит в принципе с торговым объемом. Цена ушла на 1 цент. И тут же начали увеличиваться объемы. Пошли покупки токена. Ну, и на трехмесячный таймфрейм, если посмотреть, вы увидите, что он держится в плюсе. Пока что токен MCRT относительно своего минимума. И также не забывайте, что вы можете отправить токен MCRT в стейкинг. В данный момент за стейка на 486,5 миллионов токенов. APR составляет 27%. И токен MCRT вы можете взять на PancakeSwap или на других биржах. Ссылка есть в описании под видео. И вот интересная статистика, кто является аудиторией моего YouTube-канала. Большая часть аудитории возрастом от 25 до 44 лет. Также многие в возрасте от 45 до 54. 91% мужиков. И всего 8,7% женщин смотрят мои видосы. Но в принципе это было ожидаемо. И большая часть аудитории из Соединенных Штатов. Также Соединенное Королевство, Нидерланды, Канада и Австралия. Вот это портрет наших гуру. Ну что ж, спасибо, что посмотрели этот видос. Всем желаю хорошего дня. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.